Небесная ярмарка Урала Игорь разрабатывал почти целый год, в то время как его жена, сын и дочь создавали единую форму для команды. У всех красные костюмы. Цвет символизирует победу. У нас на шаре такая надпись есть. Хаста Виктория Семброва. Всегда до победы. В этом году фестивальная неделя впервые будет включать чемпионаты среди пилотов сверхлегкой авиации. Это очень хорошая идея организаторов, потому что вообще нашу малую авиацию и воздухоплавание, планиристов, парамоторов нужно собирать вместе. Вместе мы будем только сильнее. Парапланиризм – экстремальный вид спорта, требующий точности. Мягкая конструкция, похожая на парашют, существенно отличается от дельтапланов и дельталетов. На правильные расчеты Светланы Золотухиной надеются все мужчины, ведь она – единственная на Урале женщина, оператор лебедки. Обрыв! Нештатная ситуация, обрыв троса. Обрыв троса при затяжке спортсмена на высоту – не редкость. В этой ситуации многое зависит от быстроты реакции оператора. Тяжело. И физически тяжело, потому как лебедка устроена так, что усилие идет на рукоятку, которую мне приходится держать. Если у нас, скажем, часов 8-9 идут полеты, руки устают. Каждый из спортсменов мечтает о титуле чемпиона. Парапланиристы поднимаются на высоту до двух километров и парят полтора часа при минус 5 градусах по Цельсию, оттачивая мастерство полета. Как птица летишь, ни мотора, ничего нету. Замерзли? Замерзли, да. Холодно там. Единственное, надо потеплее одеваться. В этом году гостям небесной ярмарки покажут свое мастерство и авиамоделисты. Самолет весом чуть более двух килограммов, размахом крыла около полутора метров, ни в чем не уступает настоящим конструкциям. В руках мастера на вид игрушечный самолет выполняет весь стандартный набор высшего пилотажа. Мертвую петлю, бочку и входит в штопор. Это радиоуправляемая модель, она не спортивного класса, это тренировочный самолет. С помощью этого самолета я провожу обучение начинающих моделистов. В Перми и в Пермском крае активно занимающихся авиамоделизмом людей около 150, может быть, 200. Всего в небесной ярмарке Урала-2009 участвуют 26 пилотов тепловых аэростатов и 104 пилота сверхлегкой авиации. Только погода не очень радует. Взлетать и набирать очки в свою копилку экстремалы умудряются между грозами. Так даже интереснее, считают они.